Подтянуться по учебе. Проблемы образования на этой неделе решали на конференции учителей в Таштыбском районе. На встречу с педагогами приехал и председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев. Над слабыми местами в учебе заставили затуматься итоги ежегодных тестирований. В Таштыбском районе признают в управлении образования слабое место английский язык. Как поднять качество обучения и развить в школьнике творческие способности – сегодня это, пожалуй, один из самых острых вопросов. Между тем, проблемы с кадрами за последние годы ушли на второй план. В районе, как и в других муниципалитетах Хакасии, строят учительские дома, привлекают молодых специалистов. Многие возвращаются в родное село с дипломами педагогов. А перспектива у молодых учителей есть. Если еще до реформирования средняя зарплата педагога была 9 тысяч рублей, сегодня после трех повышений – это сумма по Хакасии 26 тысяч. Причем увеличение, отметил Владимир Штыгашев, далеко не последнее. Он доносил за последние 4-5 лет совершить существенный шаг в создании материально-технического образования, подготовки кадров к совершенствованию оплаты труда. Мы должны пойти дальше. Мне кажется, что зарплата педагогических кадров должна быть значительно выше, чем средние поэкономные деньги. Школьники Матура в этом учебном году сядут за новые парты. В селе откроется школа на 240 мест. Строительство учебного здания было на контроле правительства и Верховного совета Хакасии. Строительные работы шли с сентября 2011 года. Именно тогда заложили первый камень. На масштабный проект выделили 200 миллионов рублей. Сумма хоть и большая, но ситуация того требовала. Старой школе давно перевалило за 100 лет. В Матуре, в самом старом селе Хакасии, с нетерпением ждут 1 сентября. В новой школе просторные классы, современный спортзал и удобная столовая. Это были все новости парламентской недели. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok